Продолжение следует... 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 Понятно. 30 км в час можно было, в принципе, и ведь можно и больше даже попробовать. Ну, будет страшно, скажем так. Система входа в вагон. Транспорт тоже меняется. Дело в том, что во времена конок люди могли заходить в конки непосредственно в любом месте. Вагон не останавливался, а люди на ходу заходили. Скорость здесь уже повыше становится, исключительно только на остановке. Появляется много остановок общественного транспорта абсолютно понимаем. Вход осуществлялся через заднюю площадку строго, где находился кондуктор. Вот написано место кондуктора. Вход через переднюю и через водитель. Мы приехали на конечную остановку, мы приехали в Кубик. Мы тут уже уроком. Водитель переходит из одной кабины в другую. Там еще манипуляции с проводами некоторые делают. А кондуктор приходит. Да, тоже место кондуктора. Вход за противоположен. Едем мы в обратную сторону. Скажите, теперь там вход. Вот. Люди заходили, оплачивали проезд. Причем проезд они оплачивали, скажем так, необычный для сегодняшнего дня. А зонная система оплатывала. Все, скажем так, маршруты трамвайные раздвенены на зоны, на 3 участки, если хотите. Ну, как в ЗСД, например, современные, или как в Вейтвичах. Только сейчас есть компьютеры, конечно, тогда ничего не было. И по зонной системы оплаты это головная боль для кондуктора. Тогда нужно было все помнить, идти в какой зоне, каждая остановка. Сколько человеку будет отрывать, посчитать. Надо было сколько человеку денег взять. Просто следить за ним. Заплатил за 2 зоны, чтобы дальше третий не поет. В общем, да, сложно это было. И по зоне системы оплаты существовало до 1620 сантиметров. Ну, водителю, конечно, не было. Но это мы зайдем на свою кабину. Водителям. Типичный кабин водителя. В принципе, от 5 или любого трамвая это убрит. Водитель здесь стоит. Да, здесь стоит рабочее место. Смена 12 часов. Она стала поменьше, чем смена в Хонке у почера. Там было по 15. Но все равно. Тяжеловато, да. К тому же нам холодно. Никакого отопления нет. Да. Водителям мы выдавали валенки специальные, кстати, достаточно теплые. Да. У трамвайщиков считались валенки самым лучшим. качеством. Чтобы греть водителя. Даже во время блокады военные заказывали валенки трамвайщиков. Вот. К тому же кабина, все-таки, немножечко иногда пыталась, скажем так, покалечить. Все-таки электричество. 550 вольт постоянного тока. Как тогда, так и сейчас. Ничего не поменялось в напряжении. Оно все находится вот здесь. В этой большой коробке. Называется она контроллер вместе с ручкой контроллера. В принципе, с помощью ее трамвая и управлять. Так вот. Мы прямо в 20 сантиметрах от нее находимся. Может ударить. Да, она еще хлопает очень сильно, скажем так. Искрит бывает. В общем, страшно здесь ездить и управлять. Также интересный момент. Это коробка над головой водителя. Это главный выключатель. Вот она вот здесь вот такая ручка. Главный предохранитель. Автомат. В общем, если у нас какое-то перенапряжение в контакте контроллере и слишком резко мы ее поставили на ход вагон, то ее выбивает достаточно громко и тоже с искрением. Эти искренно на нас летят. Что-то, конечно, неприятно. Вот. В целом, если мы научимся управлять вот этим вагоном, все последующие и современные нам будут вообще без проблем. Может мочиться. А? Ну, чтобы... Смотрите. Сначала... Ну, собственно, это Американка у нас есть. Почему у нее такое прозвище? Почему в целом такое название? Матронная Американского типа? Потому что его. Поехали в США наши петербургские трамвайные инженеры в горе с Дмитрием Кондратьевым перенять опыт эксплуатации и производства таких больших землеток. Перенять. Возвращается в район Петербург и на основе полученных данных, чертежей даже, в нашем центральном парке, на центральном ремонтных мастерских, начинают производить такие вагоны. 8 штук произвели. Начиная с 1934 года производство переносится на вагонно-ремонтный завод. Фарс на Выборгской, в котором впоследствии все последующие вагоны и будут производиться. Потом переименен в ПТМЗ, тем более статуральные механические заводы. И в 2013 году он обанкротится. И, собственно, больше, к сожалению, не существует. По поводу названия американского типа. Дело в том, что сейчас название у него другое. ЛМ-33. Ленинградский моторный, 1933 года конструкции. Как Вы думаете, почему и когда его переименовали? Да, холодная война и так далее. И недопустимо, чтобы в нашем городе вагонно-силовиме американского типа. ЛМ-33, поэтому, и все последующие трамваи так и называются. ЛМ-47, ЛМ-49. То есть габаритура ЛМ и год конструкции. ЛМ-2018 тоже. Один из последних трамвайов, который выезжал с трамвайного завода нашего на Чугунной улице. Давайте мы теперь пройдем внутрь вагона. Правда, не в первой, а во второй. Ну, примерно такие же. То есть односекционные вагоны длиннее в нашем городе, глобальной длиннее не встретить. И швыри тоже. Стандартный размер. Пошел тоже именно этот. Уместимость, конечно, увеличилась. Там 130-140 человек, он может уже внести. И все в салоне, что важно. Подножек. Одно, чтобы, конечно, поподобить некоторое, потому-то дело, что уже нет. То есть они есть, но это как ступенька, можно сказать. И когда дверь закрыта, то уже ступенька внутри в салоне. В похожей манерой. Поэтому мы уже делаем. Молодец. Появляются еще три новых вагонов. Точнее даже, скажем так. Появляются четыре современного товара. Это дверь. Дверь, ну, практически как вот и сейчас. Во-первых, сама конструкция ширма. Такие вот сроки складываются. Во-вторых, их количество. Не две, а уже три. Третья посередине появляется дверь. Во-вторых, они только справа по входу движения. Слева их нету. Вагон односторонний. Здесь нет второй кабины управления. Это надобный вагон, потому что разоротный полис появляется. Вход в вагон осуществлялся строго через среднюю. То есть теперь не сзади, а посередине. Заходили, выходили в крайнюю. Первым или последним. Люди заходили, оплачивали билет у кондуктора. Который теперь сидит в мастер, а посередине. Встаем в таком вот месте. Золо-калейный кондуктор. У кондуктора на самом деле достаточно много различных органов управления. Двери. Открывание дверей осуществлял именно кондуктор. Да, они автоматические, воздушные. Но работают именно на кондукторе. Есть свой тонус механический. И мы использовали как стояночный. То есть как вручник. Приехали куда-нибудь, а с партом на кондукторе закрутили. Без количества. В принципе, у кондуктора добавилась физическая работа побольше. Но теперь нет опознанной системы. Давайте их записим в оклашу, что для кондуктора это гораздо удобно. Кондуктор также, как помимо всех своих основных обязанностей, обязан был определять, кто может в трамвае ехать бесплатно. Кто обязан платить. Сейчас в трамвае и в целом в кредитном транспорте могут проехать бесплатно дети до 7 лет. Ну, если мы его берем в счет игольников. Тогда же тоже дети, только дети не по возрасту определяясь, а по росту. На метр. Ехали бесплатно, выше метра платно. Соответственно, в огоне нужен эталон метра с чем сравнивать. Вот эта вот стойка не только отделяет кондуктор из посылок, но она высотой еще метр. Когда он заходит и прекрасно видит, попал он в этот метр или не попал. Соответственно, некоторые родители пытались сэкономить. Своим детям были пресечь коленках с одной стороны немножечко. С одной стороны и с другой стороны некоторые детишки подросли, пытались казаться. Ну, логика очень так простая. Чтобы я был взрослым, нужно что-то за меня заплатить. Чтобы меня заплатили, мне нужно быть выше метра. На носочке встанет. Кепку надо было приподнимать чуть-чуть, чтобы она уже залезала и казалось, что лучше. Известное выражение метр скепки. Здравствуйте. Вот. И потом оплатили или не оплатили и расходимся по салону. Салон резервен на две части. Теперь здесь две лавки. Руками против другу с порощенной хвостей. Сидень уже по ходу движения. Остается, как я понимаю, в ту электричках, без порощи. Зачем это сделать? И начнем с того, что в то время, астромай – это основной этот транспорт. Не единственный, но основной, в самом главе. Нету еще автобусов. Автобусы, если их мало, они маленькие сами себе. Метро. Метро – это в Штифболе. Люди ездят, в основном, на трамваях. Трамвайные пути в центре города. Трамвайные пути практически по всему городу. Ну, на то время. Естественно, маршруты трамвая. Через весь город проходят. На этом вагоне висит табличка 14 маршрута. Это порт валит свечный. Действительно, с запада на восток, а через Египет практически. Ехать нужно было час-полтора. Очень долго. Ведь эти места предназначались для людей, которые едут в посте. Точнее, кто едет много остановок. Чтобы вам было комфортно ехать эти часы. В принципе, роль трамвая тогда была совершенно другой. Между нами роль трамвая для резервов и сейчас. Чем сейчас является трамвай? Трамвай является большей подвозкой для метро. Нет, у нас очень мало потерь в центре города. Некоторые даже не платируются, когда летели. Просто это то же самое. Трамвай хорошо разыгрывает. Такая диаметра малая. Дерева нет вообще. Хороший пример это вот я. Я живу на Петербургском часе. Там никого метра нет. У меня нет. А я вот в ближайшем времени. Чтобы доехать до сюда, я сажусь на 60-й трамвай. Это фланговский трамвай. Нашусь в горле Татанцев всего. Скоростной считается. Тридцать пять минут и я в метро авто. На метро пересаживаюсь и я сюда. Трамвай довозит. Вот так мы видим. Тогда... Во время блокады американки горели, но горел только кузов. А вот нижняя часть фрагона, да, тележки, вся рама в целом, основание, скажу так, с двигателями, они оставались. Подбрали эти рамы, тележки, и сверху вот такой вот новый пуск. Всё оборудование, всё ещё оттуда. С 33-го года. Фрагон разрешают делать полностью металлическим, цеминометаллическим. В МСК тоже металлический, то есть карканскузов, но у неё как минимум рамки, деревянные сверху. А вот здесь всего лишь металла. Мы знаем, как инженеры наши используются металл для осознания примерно прочь металл. И поэтому металл здесь очень много, и с СРЖ-шко много сейчас, да, спроектировали. Очень много металла, он очень тяжёлый. Самый тяжёлый на секционной хроме в нашей истории. Из-за этого вопрос ещё специфический склон. Он очень тяжёлый, к тому же раскрашивают его, и будет замечательный расцвет, слоновая кость. Да, она, конечно, посветлее в теории, но предполагалось, что она должна быть слоновая кость. В общем, прозвище его слона. На самом деле, прозвище слона у нас не только у этого вагона. Вот посмотрите на дальше. Практически точно такой же. Да, это был вагон, как сказать, да. Следующий поколение у нас здесь. У нас вагон 9. У нас вагон 9. Ну, не а что-либо в другом, то есть это не вагон. Это новая, да, но с активной карантазией. С лесущей мангерой самостоятельно полегче, ездить может быстро, а на самом нет. Потому что он был очень медленный. Я про это с вами был. Здесь, в принципе, появляется одна интересная деталь, которая больше никогда не будет назвать. Это двери. Видите, ну да. Двери выключаются. У нас в Американке фирма, у нас вагон 2. Они ошиблись, что складываются. А вот трос они в комнате. Двери как метро. Отдвигаются. Ну, это, в теории, это хорошо. Потому что они полностью салон не выходить. Большой проход оставаться. Но эти двери было крайне сложно настроить. Мы начали, если они месяц недель, или меньше с собой. То есть у нас только на 130 пара и вверх. С завода и в парке пройдем. Где-то не настроены, скажем так. Ну или очень плохо настроены. Это очень тонкая работа. Только, скажем так, грамотно. В том, что у нас появится и тяжело здесь. Но самая проблема была зимой. Потому что чемпионеры замерзают. Туда снег попадает. Известные. Это первый последний. А у вас так хотелось бы? Первого года нет из-за сидений. Суть, когда сюда заходили, А с заводом именно здесь. Давайте в нем пройдем. Да. А с заводом именно здесь. Давайте в нем пройдем. Да. Да. В нем пройдем. В нем пройдем. Это резиновый пол. Я не сидел. Я там езжу. По самому себе вагон очень вягкий. Он быстрый. А пол там был лучше. Потому что там грязь. И у него взяла. Стекало. Ну вот. Вы потом попробуйте убрать все это. Убрать? Это уже другой момент. А с точки зрения пассажира. То есть, сегодня пассажиров, в самом деле, тоже помню, не кассажиров. Да. Лучше, чем сейчас. Ой, боже мой. Хочу. Дормуть. Дормуть воспоминания. Да. Ну вот. Люди. Когда заходили. После. Только отходили от культурного шкафа. Опа. У меня как-то. Сейчас в 8-м году. Без контакта. Обслуживаем. 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 Да. Я думаю. Кто с кассами знаком? Мы все знакомы. Все знакомы. Значит, знаете, как пользоваться? Конечно. Значит, знаете, в чем была проблема? На время было. Все. Попробуйте покрутить ручку. Видите, она крутится? Нет. А вы монетки кинули туда? Нет. Вот. Кассы не умеют определять, сколько откинут. Да. Это, опять же, была проблема не пассажира. Наоборот, мы старались сделать ручку. Туда положили три копейки. Ну, это проблема совести. Ну, это уж другой момент. Это же детство. Это же детство. Ну, не только. Не только дети же эти. Ну, это да. Да. Все на совести граждан. Надобили совесть. Существующий компонент. В общем, с кассами трамвай приезжаем. В кассах были, не находились. Главное приезжание это в парке. Это кассы открывающие. Там ездят. Все-таки ездили с писателями. Начнем с тем, как новая система была для проекта. Здесь мы уже покупали талончики, они, как надо назвать, или не сами. Капелские талончики были у водителя. Уже внутрь заходили. Заранее куплены такие инструменты. Вставляли их компонентом. Пойдем. А подойдем? За мышцами. Сами. У меня есть такие небольшие. Щекали. Да. Ну, это просто запчаточки, но здесь есть, то есть, может, сольерчик себе оставить. О, извините. Вот. И там дырочки, да? Да. Так, а здесь какие системы обхода? В июне 2022 года последний кондуктор должен уйти в иную страну. Снова унижается бескондукторная система обслуживания. Вместе с приходом транспорта и реформа, где уберут машутку, там, помните, ну, и кури, и лейте, и в рекламе, да? И часто всегда слышат, как это пойдет. Едет дорогой газ, как будто система обслуживания, в трамваях, в трамваях, в автобусах, в автобусах, как последний. Все к этому и идет. Нормально. Почему? Ну, потому что у нас ходит транспорт один в сорок минут, а не один в пять минут, как в малых городах, например, в Иваново. Во-первых, я говорю про систему оплаты. Во-вторых, не согласен. А он же будет... Представляете, кто у нас котла? То есть, ты ее не просто зашел, ты еще там уже ждешь вот это вот... Кого? Ну, а как котла начинается? Вот как котла начинается? А он, может, он далеко, если у нас еще не будет. Вот. Ну, вот. Конечно, у него есть свое прозвище. Прозвище достаточно специфическое, аквариум. Аквариум дает для его остекления. Стеклся на локон, сами все большие. Даже не треклышки на крыше. Давайте он внутрь пройдет, как раз убедились и войну. Аквариум дает для его остается. Аквариум дает для его остею. К сожалению, аквариум не только поэтому. Вода. Коваримая дождя. Снаружи, вакуум, дно и внутри. Из-за такого большого остекления кузов очень слабый. Ну, здесь некуда, слабые методы поставить. К тому же, села и крыша, которая тоже является частью кузова, она соедается вот этим окошком. Комышей мало, кузов слабый. Кузов гулял. Понимаете, щели на ухо? Вот и щели вода. Да, постоянность была. Это самый протекающий вагон нашей истории. Людям приходилось ездить с зонтиками. Рассказывать такие истории, которые были. Кто-то зашел и открыл зонтик. А вот отсюда вообще шел огромный. Кто-то было невозможно было. Ну, а зато новая система управления, как я уже сказал, про активных единиц. Все, два-три вагона, прицепы не нужны, и звучат сегодня. Новые спальные районы, которые открываются, выделенные плечами. Трава становится подвозкой, как раз в это время. Ну и все. До сих пор он так и существует. Через пять лет в 73-м году начинают выпускать модернизированную версию N68M. Выпускай, значит, модернизированную. Где нет окошек на крыше, где усилен кузов. И вот эти модернизированные версии ездят до 2017 года. И буквально четыре года назад они перестали ездить. Поэтому я уже говорил, что это прародитель вагонов по сей день. По сей день можно встретить такой же салон, такие же кабины, ну и в системе управления. Все их у нас есть. Самый распространенный трамвай в нашем городе сейчас это вагон сочиненной, то есть с гармошкой, ЛВС-86. Ленинградский вагон сочиненной, 86 года конструкции. Это вот как модернизированная версия аквариума, только с гармошкой. Они везде в каждом трамвайном парке. Остана Бausи, Несvar farming hectares, напражненная в этом воздухке и Когда собран с вагонов, то есть 선о Šтрим. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...